не получится ну можно так сказать ну не готов ответить но вполне вероятно что нет на какие-то деньги даю постоянно в какой-то банк ходит в один то в другой то в третий но оплаты нет уже 29 дней они уже скоро списание следующего платежа то лишь завтра вы передайте чтобы она сама нам срочно перезвонила да все равно я все решаю по деньгам а что там где договор какой банк еще раз у тебя что там по договору сколько она должна ой да откуда мне знать в командировках постоянно я только я только я только выдаю как говорится потом денежки а сколько денег надо заплатить 9 400 штрафы вроде как это самое штрафы штрафа штрафы по моему это такая суть незаконная насколько я понимаю по породу своей деятельности в договоре слово штрафы прописано знаете наверно так поступим коль вы так сейчас сказали больше в банк денег поступать не будет я сразу скажу я работаю по командировкам я юрист выездной и когда я услышал слово штраф еще и в договоре банковском я сразу насторожился уточнил у вас и вы подтвердили это на договор уже только по этому факту можно признавать ничтожным слово штраф штрафовать имеет права человека только судья даже работодателю да начисляться то они могут понимаете вы можете начислять но не имеете права их у меня требовать штраф может начислить только судья даже работодатель не имеет права штрафовать работника просто это знаете понимаете договор это не панацея любой договор может в любом периоде времени быть расторгнуты в нем обнаружится юридический документ может легко быть перестать юридически весомым документом понимаете он может легко превратиться в пантик что не заплатил я еще раз за жкх да там вы знаете вот я как раз-то по жкх и мотаюсь по жкх вы знаете сколько людям списали вот этих якобы штрафов моей помощью потому что как раз-то слово штрафы есть слово пени запомните вот пени должны быть не более от пени можно начислять не более 0 2 процентов в месяц пени а штраф высосаны из пальца процент как это пусть будет в пени высказок я же вас переспросил договоре написано слово штраф вы сказали да если бы в договоре было написано пени то это меняла бы суть переговора подождите но вы сейчас претендуете на то что вы из банка звоните да наверняка как нет секунду если в договоре есть слово штраф и там наверняка значит есть куча еще всяких нехороших моментов то вероятнее всего я имею возможность так вот теперь я уж точно его почитаю вполне уверен что скорее всего выполнять условия этого договора можно повременить как минимум пока банк не изменит что делать девушка да поймите вы есть договор который юридически возможно ничтожен выполнять условия этого договора позор для юриста и для членов его семьи понимаете позор поэтому я этот позор на себя брать не хочу поэтому я изучу этот договор и отправлю вам претензии в банк а пока что пометку себя сделайте договор клиент считает что договор не соответствует действующему законодательству в этой связи приостанавливает выплаты да пускай они себе начисляются вы там что-то решили для себя начисляются а в суде посмотрим что кому начислить существует статья 29 закон о защите прав потребителей слышите да гражданский кодекс российской федерации можете загуглить посмотреть 29 что а зачем не обращаться а зачем я себя хорошо чувствую жена моя будет теперь хорошо себя чувствовать ничего никому платить мы не будем очень хорошо я я буду вам благодарен вот за это я вам буду благодарен что и больше нигде кредитов не дадут что я я хорошо обеспечиваю семью есть все мало понимаете это когда не взяла за наличные расчеты взяла кредит но вот это бабская ваша вот эта вот психология все больше больше вам надо оба жить по средствам надо уметь конечно не я вам заявляю со всей ответственностью как полноправный представитель своей жены так как я ее супруг а мы приостанавливаемся платежи на основании 29 статьи гражданского кодекса российской федерации о защите прав потребителей и об этом будет официально уведомлен банк в письменном виде можете мне не звоните нам не звонить мы больше но ждите ждите будет официальное письмо я изучу договор и пока банк не изменит условия договора а ну как почта россии будет работать а какая вам-то разница ну если договор вы понимаете вы подсунули человеку пользуясь его юридической неграмотностью не вы буквально ваше руководство договор дали ему якобы день деньги для банка это ничто это не то что как обычные граждане мы с вами воспринимаем деньги для банка это товар знаете причем огромная куча этого товара от него это не убудет вот он продает деньги так назовем ситуацию и в этой связи так не я же ну потому что я не контролировал ситуацию а вы сами сказали что в договоре есть штраф я вас за язык не тянул вы сами промолвились да ну вы сказали слово штраф повторили несколько раз я вас еще раз смотрите как это договоре у вас прописано да какая разница теперь посмотрю я уверен что если я проанализирую договор хорошо если не найду слово штраф я найду я уже уверен вас такие сотрудники в банке работы я найду там кучу пунктов несоответствующих действующего законодательства она больше ничего вносить вам не будет понимаете благодаря вас вот вашему болтливому языку я теперь проанализирую и ситуация будет работать теперь в нашу сторону и считаете так мы обращаться в суд не будем мы на известим официально банк банк официально известим от своей позиции гражданской она под вас нужно только мне вот это не важно мне от вас нужно только то чтобы вы передали ей информацию будьте уверены информацию я она получит мы пока не разговаривали по этому поводу наша семья выполнять условия липового договора не будет у нас есть общий семейный бюджет который формирую я да конечно я это буду и вопрос будет решаться именно таким образом спасибо вам за информацию уважаемые с этого момента наш бюджет увеличился ровно на сумму платежа почитаю проанализирую слово прочитаю не подойдет проанализирую ждите писем до свидания друзья ну что тут сказать я надеюсь тут дополнительные комментарии не нужны ну скажем так в полном смысле слова влипла чувствуется по голосу что она просела наверняка на ней собственно говоря подвержены санкциям определенным хотя не все буквально разговоры прослушиваются но так или иначе она испугалась за то что вдруг этот разговор прослушивается дело в том что она тут вошла слишком в роль не задумываясь о последствиях и не учитывая тот момент что она могла в буквальном смысле разговаривать не с тем человеком кому звонила ну здесь как бы так или иначе ясно но кем бы мог оказаться ее муж муж ее предполагаемые жертвы а оказался юристом да еще и юристом компетентным в теме что называется а она ну понятное дело какая-то там пройдоха из провинции которая действительно дорожит теми копейками которые ей вот на этой работе платят очередная курица да как мы с вами уже давно успели убедиться итак ребята еще раз повторяю комментарии излишне а тем кому интересно более глубокое изучение материала пожалуйста в комментариях видео заходите изучайте в комментариях в описании этого ролика там есть все необходимые ссылки ссылка на наш официальный сайт где выложено видео как устроена работа кредитных юристов ссылка презентация нашего вебинара где выложено расписание и мы на этом вебинаре пропав на наш вебинар он действительно бесплатный вход там свободный хотя количество мест ограничено поэтому поскорее регистрируйтесь а так вот на этом вебинаре будет очень много интересного о том как устроена банковская система коллекторская система о том как устроена государственная банковская система и мы вам расскажем как действительно сделать правильно так чтобы не платить лишние деньги а то и вообще не платить если вы не можете этого делать ну и конечно же наша группа вконтакте на которой дублируются все эти ролики все до одного что есть ютюбе вы можете услышать в группе нашей контакте там пожалуйста тоже в описании видео есть ссылка и еще друзья участили случай когда мои ролики воруют ребята надежде раскачать свои каналы и так если вы видите ссылочку на 3w aliam.ru в заставке ролика если вы слышите эти комментарии имейте ввиду никакого отношения никакому другому каналу коме кроме как каналу кузнецова дмитрия где есть моя физиономия на фотография эти ролики не имеют то есть люди за этот скажем так контент контент скачивают свой ресурс это не совсем справедливо я считаю и мы будем в самом ближайшем времени и блокировать с помощью администрации канала ресурсы youtube поэтому подписываться к ним нет смысла ну в этой связи пожалуйста будьте рассудительным гораздо проще зайти на канал кузнецова дмитрия так и называется канал кузнецова дмитрия либо набрать вот эту ссылку 3w aliam.ru либо зайти на наш нашу группу вконтакте набрав кузнецов дмитрий кредитный юрист найти нас не сложно мы совершенно прозрачные публичные публичная организация поэтому не теряемся не скрываемся и не шифруемся ну вот пока что все данные конкретные данный конкретный комментарий был озвучен непосредственно кузнецовым дмитрием это мой голос я владелец канала на youtube желаю вам счастья здоровья успехов в финансах ну и сам само собой вам и вашим близким финансового благополучия до свидания